Первые медали появились в копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы среди юниоров по современному пятиборью. Причем одна из них высшие пробы. Ее пришлось ждать с четверть часа после финиша. Подробности у Эльмира Хоровец. Подгоняя своих подопечных, тренер Елена Нарцова сорвала голос. По идее, еще надо кричать «Стреляй!», но на огневых рубежах нужны спокойствие и сосредоточенность. Такой вот комбинированный вид. Сегодня медали разыграли юниоры. Беларусы перед комбайном в первой десятке не значились. Лучшим из наших, одиннадцатым, был Илья Полосков. Парни проплыли свое, а в фехтовании и в верховой езде не добрали очков. Но в заключительном виде часто случаются чудеса. Сегодня именно это и произошло. Полосков пересек финишную черту вторым, вслед за украинцем Владиславом Мищенко, поднявшимся наверх аж с пятнадцатой позиции. Скорее всего, этому поспособствовала моя стрельба, потому как стрелок я не совсем стабильный. Бывают и обидные старты, забеги, когда, к сожалению, не выходит выложиться на все сто процентов, что выложился сейчас. Так что, возможно, да, этому поспособствовала моя хорошая стрельба. Объект мы держим на уровне. Нужно до конца бороться, потому что это как единоборство у нас. Если не показал свое мужество и силу воли, то завоевать будет тяжело медаль. А если когда есть сила воли, у человека он стремится к чему-то, он всегда этого добьется. Пока Беларусь принимал поздравления, шел под счет очков в командном зачете. Заминка вышла из-за того, что наш Денис Зеленкевич пересек финишную черту одновременно с россиянином Вячеславом Бардышевым. Их места определяли по чипам на ногах. Когда суммировали все результаты, оказалось у белорусского трио «Золото». Полосков, Зеленкевич и Кирилл Касьяник – чемпионы Европы. В церемонии награждения принял участие и президент UIPM, который в восторге от организации турнира. Здесь великолепный комнат-центр, отличные лошади. Да и все остальные спортивные базы, которые довелось увидеть, впечатляют. Думаю, белорусы оправдали кредит доверия со стороны Международного союза пятиборцев. И в будущем ваша страна сможет принять турниры высокого уровня среди взрослых. Самые спортивные школьники страны съехались в Витебск. Здесь сегодня торжественно стартовала девятая по счету республиканская спартакиада. На протяжении недели ребята из всех уголков Беларуси будут соревноваться в 20 видах спорта. Организаторы отмечают данный старт – первый серьезный шаг на пути к заветному для каждого атлета олимпийскому педесталу. Это своеобразная олимпиада для школьного спорта нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что большой спорт без некого родника абсолютно не будет. Все начинается с детского возраста. Впрочем, далеко не каждого из двух тысяч участников спартакиада ждет большая олимпийская слава. Но каждый из ребят, приехав на этот грандиозный праздник детско-юношеского спорта и выбрав для себя здоровый образ жизни, в какой-то степени уже стал победителем.